Итак, всех приветствую, друзья, на этом канале. Курс доллара сегодня 94 рубля, курс евро 100 рублей. На сегодняшний день доллар растет. Давайте разбираться с этой ситуацией, потому что реально закончился. Это эпопея, когда доллар оставался внутри канала и начинается другой этап. Чтобы это все понять, обязательно досмотрите этот ролик до конца, а также ставьте лайки под данный ролик, подписывайтесь на данный канал, подписывайтесь на телеграм-канал. И давайте приступим. Меня на сегодняшний день удивляет ситуация, что доллар растет по чуть-чуть, по 0,3%. И также я вот до этого часто отслеживаю тренды, я об этом также расскажу, думаю, в своем телеграм-канале, чтобы это было зафиксировано как запись о том, что действительно население сейчас не интересуется долларами, то есть не думает о покупке. Поэтому я наблюдаю сейчас в спредах, хоть и в комментариях пишут, что продается минимум по 100 рублей, но я наблюдаю обратно, по 94,5 продают банки. И по другим ценам. То есть не заламывают спреды. И это говорит о том, что население мало интересуется об этом. То есть пробой произошел вот этого уровня, даже с ретестами небольшими, так скажем, с откатами и с небольшими обманками произошло это, так скажем. И сейчас растет по 0,3-0,4% в день доллар. О чем нам это говорит? То, что он это хочет сделать тихо, спокойно, как говорится, тише, мыши, кот на крыше и спокойно девальвироваться, так скажем, чтобы люди не налетели, не скупили все доллары. И потом, если они сейчас скупят люди по 94, по 95, маркетмейкеру потом нужно будет скупать по 100 у того же населения. Он не может себе позволить, чтобы население просто так на 10% наварилось за кратчайшие сроки. Соответственно, девальвация идет по чуть-чуть. И этими приемами, вот я помню, пользуются различные тоже маркетмейкеры, те же самые биткоины и другие моменты. Поэтому, чтобы все понять, нужно смотреть этот ролик до конца. Как раз-таки я расскажу, какой сейчас стратегии лучше пользоваться, чтобы закупать правильно и оставаться в плюсе. Потому что у нас закончился эпопей, где мы могли купить по 87, продать по 93,3 и опять ожидать 87. То есть не спешит откатываться на 87 доллар. Итак, по поводу недвижимости. Сообщается то, что Минфин поддерживает завершение всех программ льготной ипотеки, кроме семейной. И ждут падения выдачи ипотеки на 30-40% в 2024 году. Основные причины это трансформация льготных программ и ужесточение регулирования. Я вот смотрел выступление на Биулина недавно. Там она говорила о том, что многие по льготной ипотеке набрали 40 квартир. То есть несколько десятков квартир. Мне только вдуматься. То есть многие не могут накопить первоначальный взнос. Даже это большинство населения. На самом деле ситуация такая. А некоторые делают несколько десятков квартир только на льготной ипотеке. И меня это удивляет. То есть многие не успели, потому что у них банально нет двоих детей. Не родили в те сроки, когда нужно было согласно льготной ипотеке. То есть люди, которые хотели, возможно, они не смогли. А кто-то смог по несколько десятков квартир. Мне там в комментариях написали то, что это люди просто отмывали свои деньги. Кто-то, видимо, серьезно этим занимался. И многие комментарии у меня действительно верно пишут по поводу разных ситуаций. И вот такая вот ситуация. То, что кто-то не успел взять, получается. Кто-то вообще не может накопить на первоначальный взнос. Кто-то собирает копеечку. А кто-то берет по 40 квартир. И сама Набиулина это подтвердила. То есть я не просто с бухты-барахты взял эту информацию или какие-то статистики. То есть сказала глава Центробанка об этом. То, что многие набирали несколько десятков квартир. Просто у меня такие данные уму непостижимы. Если считать, сколько денег на каждое физлицо, наверное, можно сойти с ума даже. Что же нам еще сообщает Центробанк недавно, точнее даже вчера. То есть жесткая денежно-кредитная политика ограничивает избыточное расширение спроса и проинфляционное давление. Центробанк в преддверии недели тишины сообщает. То есть интересные вот эти моменты. То есть да, действительно, оказывалось в России избыточное расширение спроса. Я согласен по поводу некоторых возможностей сегментов. То есть если снизить и сделать мягкую денежно-кредитную политику, просто будут брать много что не глядя. Просто особенно дешевые автомобили, дешевую недвижимость. Но по поводу других моментов расширение спроса, я думаю, не будет избыточным, как сообщает Центробанк. Например, по поводу каких-то других важных вещей. Также Центробанк говорит, что для снижения инфляции необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время. То есть это нам говорит о том, что в ближайшие месяцы снижения ставки и не будет. То есть ставка будет оставаться на этом же уровне. И мы сейчас наблюдаем ситуацию, что даже при такой ставке рубль слабеет. То, что рубль откатывается. И не дай бог еще ситуация, что ставку еще больше по одним задерут, еще выше 20%. Такие шансы также имеются. Хотя Набиолин, конечно, об этом не сказала. Но я думаю, в стресс-сценариях у них эти варианты тоже имеются. Потому что они часто проводили еще и внеплановые заседания, и другие моменты. Поэтому не будем забывать и о таких сценариях. И говорит тоже, что стабильный рубль оказывает минимальный вклад в текущий рост цен. Непонятно, как это конкретно интерпретировать. Но да, нестабильный рубль будет оказывать максимальный вклад в рост цен. Так скажем, это действительно логично. Если говорить наоборот, то будет естественно наоборот. Между тем, на рынках мировых доллар-то растет. То есть, многие не обращают внимания на доллар. Но доллар растет на мировых рынках. То есть, вот мы до этого разбирали перевернутую голову с плечами. Я об этом показывал. Вот на картинке вы это можете увидеть. То есть, выглядит это так. Левое плечо, голова, правое плечо, линия шеи. Примерно так это выглядит. Еще раз, конечно, повторяюсь. Но в любом случае, это происходит рост. И, возможно, это еще не отработано. Если смотреть по целям, то есть, еще расти и расти. Даже, может быть, делать даже перехай от уровня 107. То есть, возможно, и такое будет. Но еще до хая 22-го года далеко. Это уровень 114-115. Какие же риски для россиян? То есть, в первую очередь, это риски обвала юаня и других валют, того же евро. Как мы видим, евро снизился значительно, как видите, на несколько процентов. Поэтому как-то так. То есть, будьте аккуратнее с валютами. Потому что на мировых рынках индекс доллара растет. Не нужно забывать об этом. И перевернутая голова с плечами еще до конца не отработана. Я думаю, даже можно сделать среднесрочный перехай в уровне 170.5. И мы видим эту ситуацию не только на юане и на рубле. Посмотрите на японскую иену. Лучше, конечно, видеть падение не на дневном, не на немногу графике. А увидеть это еще и здесь. То есть, рост индекса доллара оказался настолько сильным. Вы посмотрите, уровень у иены 90-го года. То есть, иена сейчас на уровне 90-го года. То есть, бьет рекорды, так скажем, обвала. Поэтому здесь, конечно, обвалы, возможно, по процентам не такие сильные. Потому что, сейчас посмотрим. То есть, с того треугольника, который у меня здесь нарисован, иена обвалилась, ну да, на 30% после этого треугольника. С марта 2021 года, как видите, здесь у нас треугольник был. И еще прогнозируют, вот некоторые прогнозируют падение иены против доллара еще на 10%. То есть, она и так дошла уровень 90-х годов. А если не считать вот этот V-образный отскок, то уровень 87-го года даже. То есть, дошла. То есть, учтите то, что пострадает не только японская иена, но и юани. То есть, вы уверены за свои юани, которые лежат на вкладах? Я думаю, не все, конечно. Вчера в своем телеграм-канале я разбирал ситуацию. То, что, как оказалось, в России дешевеет яйца. Причины я также об этом рассказывал. Можете подписаться и посмотреть мой телеграм-канал. И все это увидеть также. И видео, которое здесь не могу показать. Потому что здесь есть правила на ютубе. На телеграме правил нет. Можете зайти и посмотреть в этом отношении. Так вот, сообщается то, что яйца в США, наоборот, дорожают на фоне распространения птичьего гриппа. То есть, вот как-то так. То есть, яйца дорожают. Но, в любом случае, мы знаем то, что яйца не так там дорого стоят по сравнению с отношением к зарплатам. То есть, яйца там могут быть, например, стоить столько же, как в России. Или не намного дороже. Или в полтора раза дороже. Но зарплаты там значительно-значительно выше. Поэтому цена на яйца, я думаю, там не так сильно ощущается. И опять же, по яйцам там разные сегрегации. То есть, есть очень дешевые непонятные, с чего они вообще состоят. Есть хорошие яйца, есть фермерские яйца и так далее. То есть, цены, естественно, совершенно разные. Но по статистике, как мы видим, яйца дорожают. И вот на фоне птичьего гриппа, как сообщают. По Алросу вышла новость о том, что Совет Директоров решил дивиденд за 2023 год 2 рубля на акцию. Дивиденды, конечно, не такие большие. Отечка будет 31 мая. Собрание будет 20 мая. Дивиденды не такие большие. И здесь я вижу больше рисков сейчас. То есть, на российском рынке и так не так много акций. Там сотнями по сравнению с тысячами на американском рынке исчисляются. Так вот, Алросу брать, я думаю, очень может быть рисково. Хотя она может быть и недооценена. То есть, в первую очередь, нужно смотреть на риски. То есть, у нее падают продажи. Плохо с продажами из-за санкций. И мы видим вот такую ситуацию. То, что она и тогда упала. И еще не дошла до уровня 2022 года. А многие акции даже убыточные. Уже растут и растут хорошо. Алроса пока что не может, естественно. То есть, как-то так. То есть, и дивиденды копеечные. И видим ситуацию такую. Поэтому, может быть, это все опасно в текущих реалиях. Также Bloomberg сообщает негативную новость по поводу Русала. И опасается он то, что до 36% его продаж могут оказаться под угрозой из-за санкций, введенных Британией и США. Об этом сообщили люди, близкие компании. И Русал оценил последствия санкций США. Под угрозой оказались полторы миллион тонн экспортных поставок. Насколько это сообщается. То есть, представьте, насколько сильно санкции бьют по этим компаниям. То есть, 36% продаж практически. Это только продажи. Мы сейчас не говорим про прибыли. Про прибыли это отдельная тема. То есть, прибыли могут уйти. И акции, естественно, могут тогда обвалиться еще и еще сильнее. Bloomberg сообщает. И, кстати, не нужно говорить, что Bloomberg все время негатив. Только про Россию сообщает. Он сообщает и кое-что позитив. И поэтому не все время, конечно, он армагеддонит по поводу России. Здесь, видимо, это честная информация. То, что акция, естественно, опасна брать. Хотя, конечно, она выросла в последнее время. Я говорю, лучше, конечно, сейчас смотреть, в первую очередь, на риски, которые могут быть связаны с этой компанией. Также сообщает с поводу Райфайзенбанка, наоборот, позитивное. То, что австрийский Райфайзенбанк недавно разместил десятки объявлений о вакансиях в России, указывающих на его амбициозные планы по развитию. И что явно противоречит и официальному обещанию уйти с рынка. Но это естественно пока что. Потому что мы видим ситуацию, что, во-первых, растут лимиты по SWIFT-переводам. Растет комиссия по этим переводам. Даже просто отправка по Золотой Короне или других моментов. Просто снятие становится все обременительным, если ты используешь этот Райфайзенбанк. А для него это все не обременительно. Он, естественно, зарабатывает миллиарды рублей. Уходить просто так с насиженного места он не дал даже Зеленскому, я думаю. Потому что выторговал у него условия. Австрия выторговала, чтобы Райфайзенбанк работал. И, похоже, будет продолжать работу. Впрочем, для тех, кому, конечно, очень нужно, Райфайзенбанк сейчас остается хорошим окошком в мир, так скажем. Потому что можно как и получать на Райфайзенбанк с различных иностранных банков SWIFT-переводы, так и отправлять с Райфайзенбанка. Только учтите, комиссии там дорогие. Это не так, как в СНГ странах. Там в том же самом Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Комиссии там значительно дороже. Также и на получение комиссии большие. И как-то так. Поэтому я думаю, лучше, конечно, воспользоваться сайтами, которые имеются для ознакомления по SWIFT-переводам. Потому что SWIFT-переводы также ходят по-разному. Но есть сайты, где указано, как правильно ими пользоваться. По рублю мы видим ситуацию, что он растет каждый день, доллар точнее, по чуть-чуть, по 0.4-0.5%. И это говорит о том, что, возможно, не будет в ближайшие дни никакого хайпа. Он может еще обвалиться на 95.5%. Уровни здесь не закрыты. И мы не забываем, что здесь имеется вот здесь гэп. То есть вот здесь гэп имеется на 100%. И он в любом случае, этот гэп закроет на уровне 100%. То есть, возможно, не так, как я здесь рисую. Но часто, как я рисую, именно так и ходит рубль. То есть, об этом я и пишу в своем телеграм-канале. Поэтому, кто еще не подписан, подписывайтесь. То есть, не забываем, что здесь имеется гэп на уровне 100. И поэтому ажиотажа у населения сейчас нет. Во-первых, да, многие скажут в комментариях, многие уже купили, кто хотел купить. Но мы не забываем про паникующую часть населения, которая скупает, когда все растет. И продают, когда все падает. Соответственно, эти смешные комментарии о том, что фиксируем прибыль. Но не будьте в числе этих людей, которые будут скупать все на значительном росте. То есть, лучше сейчас пользоваться стратегией. То есть, trend is your friend. Так вот, посмотрим, какое решение примет по поводу ставки. Я говорю, может и резко повысить. Так вот, Центробанк сообщает то, что рост потребительских цен в России в марте 2024 года замедлился. А в марте текущая инфляция с учетом сезонности была значительно ниже, чем осенью. Но все еще выше 4% в перерасчете на год. Мне кажется, он издевается с этими числами 4%. Это замедление в основном связано с волатильными ценами на услуги пассажирского транспорта и зарубежного туризма, сообщается. А годовая инфляция практически не изменилась и составила 7,7%. Несмотря на замедление по сравнению с осенними месяцами, темпы роста цен остаются высокими по широкому кругу товаров и услуг. То есть, Центробанк подтверждает теорию, что растет все практически. То есть, нет товаров, как Центробанк любит рисовать. Ростат, типа, яйца у нас снизились, оказывается, овощи повысились, как я писал в своем телеграм-канале. А Центробанк говорит то, что по широкому кругу товаров высокие темпы. И говорит то, что основной проинфляционный фактор – это высокий внутренний спрос. Прогноз, который продолжает опережать возможности компании наращивать производство. Но это, естественно, при такой ставке 16% у компании нет возможности наращивать производство резко. Кстати, не забываем выступление на Биулина, где она говорила, что компании должны рассчитывать на свои собственные средства. И вот по прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% и в дальнейшем. Сколько она будет находиться? Это, конечно же, вопрос. Просто написали «в дальнейшем». 4-4,5% – это опять какой-то смех. Это на сколько нужно умножать? На 10 реальное число. Потому что иногда Центробанк выливается вправду словами о том, что растет широкий круг товаров и услуг. То есть, растет, грубо говоря, практически все. А вот про инфляцию 4%, я думаю, это реальное вранье. Не только потому, что не приводится даже статистических данных. Потому что если бы мы увидели там, например, рост, например, на машины плюс 50%, то нам нужно было бы увидеть где-то падение на 43% хотя бы, на 45%. Но такого падения мы не увидели, по крайней мере. Он, конечно, может подрисовать, там написать, что лук упал или еще что-то, но мы пока что такого реально не видим. Поэтому статистика такая Центробанка очень и очень, так скажем, мутная. И вот некоторые думают, что в России во второй половине 2024 года ставки по рыночной ипотеке могут опуститься ниже 13%. И я сейчас расскажу, почему я не верю в эти данные. Вот, например, сейчас ипотеку на стандартных, а не льготных условиях, можно взять под 16-17% годовых. Ожидают, что смягчение ценовых параметров для заемщиков по мере снижения ставки Банк России с текущих 16% до 12% к концу года. То есть ипотечный рынок не обновит рекорд 2023 года. Объем выдачи составит 5,4 трлн против 7,8 трлн рублей. А доля льготных программ в продажах при этом упадет с 61 до 45%. Но, во-первых, падение, возможно, будет значительно больше. А вот по ставке до 12% я, конечно, пока что не верю. Я думаю, 13% будет, если ипотеки в этом случае будут выдаваться примерно под 14,5%. Здесь далеко, конечно, от цифр 13%. Я думаю, будет ипотека, например, в конце года по позитивным оптимистическим соображениям 14,5%. И это при расчете, что рубль в это время не устроит подлянку, как мы видим, что он уже устраивает подляночку, так скажем, а тише мыши кот на крыше. То есть может и обваливаться по чуть-чуть, по 0,5% в день, двигаясь постепенно к своей цели с то, как закрытию гэпа, вот этого путинского гэпа от 12 октября, так скажем, который случился из-за указа по экспортерам. Поэтому по ипотеке я ожидаю примерно 14,5%. Другое дело то, что многие, кто ждут, что ага, вот тогда хорошо, 14,5% меня устраивает рыночная ставка, я пойду и возьму. Но в этом случае вы можете просто банально не успеть, потому что хорошие объекты в этом случае просто могут расхватать. Сейчас нет сделок по ипотекам. И, возможно, именно сейчас вы сможете, например, взять по повышенной ставке и переплачивать значительную сумму по процентам, например, за кредит в течение, например, года. А в дальнейшем сделать рефинансирование под, например, те же самые 14% через год, например. То есть можете воспользоваться и данной схемой. То есть я думаю, она будет удачная. В этом случае вы сможете и объект удачный взять, например, сейчас, и остаться со ставкой хорошей. Но минус то, что вы переплатите за проценты. Но в этом случае компенсируется, естественно, лучшее жилье. Но не всем это доступно, потому что, согласно статистикой, которая вышла в России, резко выросшая за последние два года доля высоко закредитованных ипотечных заемщиков в их общем объеме может существенно снизиться в 2024 году на треть. То есть причиной, по версии, станет в первую очередь ужесточение регулирования. На фоне общего замедления рынка ипотеки, потери таких клиентов может создать риски для самих банкиров и негативно повлиять на рынок еще недвижимости. Хотя, по крайней мере, для кредитных организаций видится возможность диверсификации портфелей. То есть вот как-то так. То есть мы сейчас видим ситуацию, то что и застройщики тоже не могут ждать долго, когда ставки будут понижаться. То есть подождут они. Вот Набиулина говорила на заседании о том, что у них есть свой жирок, так скажем, накопленный. Они не сбрасывают сейчас квартиры. Но все-таки они долго-то тоже ждать не могут. То есть им тоже нужно, чтобы шел процесс. Люди брали кредиты, ипотеки и брали у них квартиры. Я к тому, что здесь еще завязаны банки. Потому что если не будут брать кредиты, ипотеки нормально, то есть могут пошатнуться сильно цены. А цены что это такое? Это залоговая стоимость банков. То есть и тогда может снизиться залоговая стоимость внутри банков. И вот этот пузырь, который существует, может пошатнуться. Вы помните этот фильм про пузырь 2008 года, когда он своим опытным путем выяснил, что многие, оказывается, не могут платить ипотеки, так скажем. Им это тяжело. И вот на фоне этого он различными схемами, тогда еще в США он выяснил эту ситуацию. Так вот, банки и застройщики тоже не могут терпеть долго, что люди не будут брать по повышенным ставкам. И им придется снижать. Поэтому будьте готовы к этой ситуации. И еще по смешным статистикам. Вот вы знаете, во многом в Польше есть очень большое русофобское население. Я там был и тоже это видел, насколько оно, так скажем, не любит. И вот, оказывается, экономика показывает обратное. Польша, это, наоборот, друг России. Посмотрите, экспорт из Польши в Киргизию после начала конфликта на Украине и на начало 2024 года вырос в 15 раз. Это с 3 миллионов до 45 миллионов евро в месяц в среднем. Это просто поражает. А в Беларуси в 2 раза, со 140 до 300 миллионов евро в месяц растет. То есть, людям сложно попасть в Польшу и выехать даже из Польши, на самом деле, тоже сложно, потому что мутозят на границе россиян очень и очень долго даже те, которые просто хотят попасть в Россию. А вот попасть в Россию вот этим экспортным товаром очень и очень просто. Подавляющая часть этих польских товаров или реэкспортных из других недружных стран далее поставляется в Россию. Так Польша обходит санкционные запреты в отношении России. То есть, нужно, наверное, быть не человеком-шенгеном, чтобы пытаться выехать из Польши или, наоборот, заехать в Польшу. Нужно быть каким-то товаром. Как там из шутки было, я, наверное, буду нефтепродуктом каким-нибудь. Поэтому как-то так. Итак, акции, которые я держу, также продолжают свой рост. Например, «Газпромнефть». Посмотрите, как она тоже отрастает. Если посмотреть это на более крутых таймфреймах, типа месячных. Только поглядите, как она круто до этого росла. И сейчас после коррекции. Естественно, были вопросы в комментариях, почему она падает. Но коррекция – это нормально. То есть, просто палку вверх мало кто рисует. То есть, нет таких глупых маркетмейкеров, которые просто раздают деньги. Но в любом случае, мне эта акция нравится. Пока совершенно там наглым образом «Газпром», конечно, не залезет своей политикой полностью в руки. Но политика Дюкова, мне нравится то, что он вкладывается в производство, наращивает прибыли, выплачивается дивиденды. И поэтому все нормально. А кому же нужно будет составить портфель из недооцененных акций, могут написать, например, в описании к бесплатному каналу. И будут высланы условия. Также, возможно, консультация. Кто же еще не подписан на мой телеграм-канал, также обязательно подписывайтесь. Ссылка будет в описании, закрепленном комментарии. Здесь я рассказываю о многом. И вы можете это зайти и почитать. О многом этом я не могу на YouTube-канале рассказать. Потому что банально существуют запреты на YouTube, о чем нельзя рассказать про то же самое. Ну, минимум даже про насилие. В телеграм-канале много что можно рассказать. Поэтому подписывайтесь, переходите. Про то же самое пробитие рубля. Я еще рассказывал 26 марта. Поэтому все это имеется в моем телеграм-канале. Почему такие консультанты существуют? Потому что очень многие теряют на бирже просто не то, что десятки тысяч рублей. Просто сотни тысяч рублей мне пишут пострадавшие. И просто делают банальные ошибки на бирже. Так вот, например, сообщается, что Московская биржа начинает расчет индекса IPO. То есть 19 апреля 2024 года начинает расчет и публикацию нового индикатора. Это индекс Московской биржи IPO. Об этом заявил представитель биржи. И речь идет о двух новых индексах. Это индекс Мосбиржи IPO. MIPO индекс Мосбиржи IPO полной доходности MIPO TR. Но не спешите вкладываться в это. Это может быть довольно-таки опасно. Если будет бум, то да, хорошо. Индекс Московской биржи потащат. Это все хорошо. А вдруг этого не будет? А вдруг это будет как с историей с Азоном, где он несколько лет просто провалялся. И растет только сейчас. Рост после начала и немногие успели, конечно, зафиксировать прибыль. С этим тоже могут быть вопросы. Поэтому будьте аккуратнее. В первую очередь отвечайте на вопрос. Эта компания зарабатывает деньги или нет? Возможно, она просто делает доходы, вкладывается в производство, но прибыль она не получает. И, соответственно, мы можем получить большие убытки в этом случае, если будем вкладываться в какую-то конкретную компанию по IPO. А если уж в индекс вкладываться, там уж тем более. Потому что Московская биржа там вам не Уоррен Баффет, она не будет разбираться. Хорошая компания, не хорошая компания. Она просто вобьет ее в свой индекс, заработает на вас комиссию и все. Это не S&P 500, где если компания вылетит из S&P 500, то просто обвалится на 40-50%. Здесь Московская биржа будет включать, я думаю, практически все IPO. Она не будет разбираться, ага, она заработала на этом месяце прибыли или не заработала прибыли в этом месяце, как разбирается S&P 500. Поэтому можете потерять деньги. Об этих рисках я как раз-таки рассказываю здесь, в Телеграм-канале, поэтому подписывайтесь. Всем спасибо, удачных вам сделок на рынке. Субтитры сделал DimaTorzok